День добрый, господа! Это снова я, и снова мы играем в ультимативную сборку. И это вы, конечно, друзья мои, дали мне тут с утра. У меня с самого утра начинаются просто донатики, полетели с одного места, с другого места. Да, вот именно так это выглядело. То есть еще полдня не прошло, уже там, тут, здесь. Это, конечно, очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо Алексею, Александр, спасибо Солви, Безликие там были у нас. Всем спасибо за вашу поддержку. Я постараюсь для вас выпускать ролики, повтыкать туда побольше монтажей интересных. Буду стараться. Спасибо еще раз за поддержку, очень приятно, очень это мотивирует. Вот, ну и давайте, чтобы не расслабляться, собираемся в кучку и играем в XCOM. А то тут игра не прощает, надо держать себя в тонусе. И что у нас по плану? Смотрите. В прошлой серии, как я говорил, мы раскидали вообще всю казарму. У нас не осталось свободных бойцов. Один единственный у меня боец у нас оставался. Соня Блэйд. Это девочка, как вы видите, девочка симпатичная. И у меня был один человек, который хотел себе овервотч рейнджера, правда он хотел. Но я ему предложил овервотч спеца. И в принципе, очень хорошо ложится на его идею. Смотрите, ему не важно какой внешний вид. Поэтому внешний вид мы оставляем такой. Думаю, нормально. У нас как раз девочек дефицит. Вот у нас будет такая симпатная девка. И мы ее переименуем так, как он хотел. Секунду. Марион. Квенди. Марион Квенди по прозвищу Турель. Вот. И мне очень понравилась вот эта идея. Смотрите, как у нас получается. Это у нас специалист. Специалист, который качается через овервотч. То есть, смотрите, она реально у нас уже как турель будет. Она уже как турель, в общем-то. Она делает по два очень точных выстрела мимо пробегающим врагам. И при этом она у нас еще будет неплохой хакер. То есть, это турель, который будет ломать другие турели. Еще и стреляет как турель. Мне кажется, очень сочно. Очень интересно. И при этом это еще и девочка. То есть, у нас в казарме остаются девочки. Это у нас в комментариях. Некоторые люди уже переживают, куда у нас женское население пропадает. Ну вот, смотрите, не пропадает. Я всячески пытаюсь оставить симпотных девок в команде, чтобы они были. Так что, не переживайте, девочки будут. И к тому же, из десяти оставшихся людей, которые у меня заказывали персонажи, там целых четыре девочки есть. Я их в приоритете буду тоже добавлять. У нас поинтереснее тут было все это дело. Вот. Все, с персонажами мы закончили. Я думаю, мы еще очень нескоро увидим какую-то кастомизацию. Ну, ребят, простите, как бы, ну, кончились люди, просто нету. Нет людей, чтобы всех добавлять. Вот. И давайте по стратегии. Что у нас по стратегии? У нас планшет доделывается последний. После него у нас будет лазерка, сто процентов. Вот это вот, уже надо. У нас снайперы уже очень сильно нуждаются в лазерках грыжных. И сразу же после лазерки мы будем делать магнитку. Прям вот такой план, потому что уже пора. Уже пора. Иначе мы будем отставать. По глобальной стратегии, смотрите, у нас была цель лазерка Апсилаба, мы ее выполнили. Теперь я сам себе поставлю такую цель, что мы, наверное, будем стремиться к искрам. Вот следующий наш шаг. Естественно, после лазерки и магнитки нам нужно максимально вложиться в искр и сделать 2-3 искры. Это очень сильно нас бустит. На легенде искры очень важны. Тем более в моей сборке они там грыжные, они очень крутые. Вот мы, наверное, по этому пути пойдем. И для искр нам, конечно же, нужна зона испытаний, которая давненько уже должна была быть построена, на самом деле. Ну, а что поделать? Лучше поздно, чем никогда. Так, и смотрите, у нас 19. Ну-ка. Он дает плюс 5. Да, смотрите, у нас гремлин есть один как раз свободный. Нам пока энергии хватает, пусть он тут пока посидит. Вот, мы поставим зону испытаний. Сразу же в ней сделаем морозку и попытаемся искр сделать, как можно раньше. Но искры дорогие, надо будет где-то денег надыбать. Да, пока такой план. Также меня просили иногда заходить в бар. Давайте зайдем в бар. У нас пока что здесь два трупика. Это наш храмовник Плак-Плак, которого не стало. Ну, и чувак, который не смог... Который вместе с ним ходил на миссию и тоже не смог добежать, потому что... Ну, потому что вы все помните, как это было. Печаль, короче. Вот, я зашел. Видите, пока только две потери. Если будут еще потери, еще зайдем туда. Но пока две потери, в принципе, норм. Держимся еще. На легенде бы... Опа! Выжженная земля, разведданные. Ох, как хорошо. Видимо, у нас в последней миссии был пакет данных и нам дали разведку, да? Это хорошо, это приятно. Это приятно. Возможно, даже планшет не надо вскрывать теперь. Да не, пусть, ладно, два дня. Бог с ним. Бог с ним. Что у нас здесь, значит? Мы долбим вот этот регион, разведуем. Здесь у нас тоже по чуть-чуть делаются миссии. Как раз вот миссия, да, подходит. Семь часов. Десять-двенадцать. Блин. Походу мы не сможем снизить тут. Угу. А тут мы сидим в конспирации, да? Хорошо, ждем. Да, мы не успели снизить здесь. Придется идти на десять-двенадцать. Я не хочу ускорять. Ускорение у нас очень дорогое, я не хочу. Че он... Блин, важная миссия это. Что за отряд? Морни с обычной снайперкой. Тут лазерный дырокол. Блин, у нас всего лишь одно лазерное оружие, при этом это всего лишь дырокол. Ну, зато два гренадера, да? Со взрывчаткой. Угу. Не, ну состав, конечно, послабее, чем был в прошлой. Не такой... Не такой опытный. И десять-двенадцать, да? И тех уровень шесть, да? Шесть это что? Это уже мутоны могут быть всякие там. Вайперы продвинутые. Блин, опасно. Опасно. Ну, смотрите, у нас тут бандиты есть. Давайте понадеемся на бандитов, что они очень хорошо у нас там где-нибудь выпадут и врагов на себя отвлекут. И мы таки, наверное, выполним эту миссию. Даже таким составом, даже без лазерок. Наверное, да. Ну, на крайняк можно просто попытаться добежать до Ивака, да и все. Хорошо. Так, наконец-то подгрузилась. Зимний конь. Зимний конь. Блин, эти названия, конечно. Кто-то, наверное, хотел написать Троянский конь, но получился Зимний конь, да? Я надеюсь, это название не вызовет излишнее количество ледяных врагов у нас на месте. Мы все помним, чем кончаются встречи с ледяным ракетчиком каким-нибудь или жрецом. Так, хорошо, мы прибыли. Ой, какой лак нехороший. Как он далеко, как высоко. Так, давайте оценим размер карты. Карта небольшая. Да, она выглядит, конечно, как большая, но на самом деле это небольшая карта. Учитывая, что тут еще где-то 10-12 врагов. Блин. Что-то, мне кажется, здесь будет все очень непросто. Подъем, конечно, есть вот здесь. Есть. Но карта, знаете, какая? Да, вот здесь по-любому никого нет. То есть все, наверное, где-то вот здесь толпятся. Прямо возле лака. И если я сейчас пойду влево, я могу попасть вообще в очень нехорошую позицию. Если я пойду вправо, например, то что? То каким-то макаром можно залезть на крышу, да, например. Здесь есть вот полное укрытие, вот и машина, да. Наверное, я пойду вправо таки. Вправо. Мне больше нравится здесь как-то. И там мы, если что, можем будет сверху подняться и сверху как-то отыгрывать тоже. Возможно, больше опций будет. Наверное, да, вправо пойдем. Пока никого не видим, нормально. Пока нормально. Подходим по чуть-чуть. В принципе, всеми будем, наверное, вместе держаться. Пока что вот так вот. Ага. Все, ходик мы просто продвинулись и слушаем. Бандиты. Еще надеемся, что... Бандиты, смотрите, сразу активизировались. Что это? Что это? Что? 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 Что за нам показали? Ну да, там люди были. Где бандиты-то? Так, ну окей. Видимо, бандиты увидели людей и, наверное, не знаю, что-то это вызвало. Хорошо, ищем врагов пока. Вот она, что это у нас? Девочка. Увла девочка. Крилл, смотрите, все-таки попался мне Крилл, чувак один. Разведчик, пси-агент, дрон. И машина. Машина, кстати, очень привлекательно выглядит. Вот эта машина, она мне прям нравится. Ее прям можно подорвать, я думаю. Как-нибудь вот так, например, да? Ну да, слушайте, дрон не так важен, но вот машину взорвать гарантированно. Было бы неплохо. Давайте. Я понимаю, что здесь полу-ковер, но... Мне нравится этот взрыв. Сейчас мы тут... Да, минус два. Уже хорошо. Мор не видит кого-нибудь? Видит дрона, видит... Видит этого, да? Давай дрона. Так, дрон живой пока. Хорошо, хорошо. Штурмовик, что? Штурмовику бы, конечно, оглушение прописать. Но что-то я помневаюсь насчет этого. Тут что? Подавить бы, конечно, хотелось. Вот тут как. Так, ладно. 73. Давай просто постреляем. Хорошо, дрона избавились. Остался один враг. Единственная наша проблема, да? Как-то надо с ним разобраться. Как-то хитренько так. Ничина. Надо точно отсюда убрать. И не хочется толпиться очень. Против этого жреца. Давай пока сюда. Какой шанс? 32. Так, все шанс. Так, все шанс. Давай вот так подойти. На будущее, да? Вот здесь мы хотим его подавить, правильно? Хотел не толпиться и столпился. Молодец, все правильно. Всегда так делайте. Давим его. Что он у нас может сделать? Он у нас побежит, скорее всего. Встанет, наверное, сюда и кинет свою чертову Глену. Ну, либо льдом начнет поливать. Это довольно опасно. Ну, уже как есть. Окей, ждем и молимся. Надеюсь, ничего серьезного не будет. Мутон. Ой-ой-ой. И вайперы, блин, вайперы же снайперы. Очень плохо, конечно, что они вышли сейчас. Блин, вот он жесткий, новый. Не помню, показывал, такого нет. Хорошо попал, уже неплохо. Что он будет делать? Все, как я сказал, да? Сюда и Глену кинет. Не Глену. Просто лед промазал, по-моему, да? Промазал второй раз. Второй раз Глену. Ах ты, собака, а. Ну, хорошо, нам на базу кинули. На одного, не на двоих. Права богу. Тут что-то происходит. Опять людей нам каких-то показывают. Непонятно зачем. Ну, раз показывают, значит, там где-то бандиты. Просто так бы не стали показывать. Что у нас в Морне? Морне у нас видит осадного Мутона. Вы такого не видели. Давайте покажем. Это новый Мутон. Осадный Мутон. Осадные Мутоны прикрывают своих более агрессивных сородичей в бою, предпочитая вместо нападения более оборонительную и ограничивающую мобильность врага-тактику. Вот это не с простатом так написано. Потому что этот Мутон, видите, он как бронированный. У него чуть больше брони. Он очень плотный, немобильный. Его фишка в том, что он прям фанат. Он очень любит Overwatch. Он часто встает на Overwatch. Даже если нет смысла вставать на Overwatch, он все равно встает на Overwatch. Очень любит чувак этот Overwatch. И у него реально такая ограничивающая тактика. Знаете, он все время стоит на Overwatch. И все время вынуждены снимать эти чертовы Overwatch. Иначе не пройти. Вот у него очень жесткая пушка. Видите, 5-7. Три крита. Разрушают броню. Проходит через броню. Очень крутая пушка. Но пользуется он ей в основном на Overwatch. И прикольная вот такая обилка есть, что если он в кого-то попал, ну или даже не попал, видите, даже при промахе. В общем, всегда есть определенный шанс, что после овера он сделает еще какой-нибудь выстрел. Вот. Поэтому такой не очень приятный враг. Иногда как бы нормально обходится все. То есть его можно просто игнорировать. Просто заигнорил, да и убежал. Я, наверное, так и поступлю. Потому что, ну видите, он далеко стоит. А мы к Иваку уже довольно близко. Убивать его я вообще не представляю, как мы будем с этими тремя арморами. У меня гранат просто столько нет. А вот просто убежать вполне себе вариант. Вполне себе вариант. Ну, вайпер эти, конечно, два тоже. Могу я их немножко? Да, я их могу остудить вот так. А Греной? Грена тоже может быть. Но я тогда подойду близко к Мутону, и мне придется еще и с ним разбираться. Я вообще этого не хочу. Я вообще этого не хочу. А тут Грена на сколько? Тут, наверное, дым будет получше. Давай, во-первых, встанем за фул, наверное. Бог с ним, потратим Грену на него. Угу. Пока живой еще собака. Так, пулеметчик наш. А здесь как? Очень не хочу я полукаврами всякие занимать. Вы бы знали. Как не хочу. Ммм. Ладно. Мы точно делаем свет на них. Это прям точно. И, наверное, все-таки я... Наверное, все-таки я убью этих хотя бы двух змей. Бог с ним, с Мутоном. Но змей точно надо убивать. Иначе потом проблем просто не напасешься от них. Единственная Грена, чтобы дотянулась. Но это пока что не дотягивается, да? Ну вот отсюда, видимо, дотянется. Да. Видимо, вот так. За две Грены они должны умереть, по идее, да? Не, не за две не хватит. Ну, смотрите, кавер сняли с одной. Уже хорошо. Тут, наверное, что? Как-то надо забежать. Подожди, они же снайперские, да? Вот эти чувички эти. Вайпер эти. Нет, смотрите, у них не написано, что это снайпера. У них нет общего вида. У них нет общего вида. Значит, штурмовик, в принципе, отсюда должен нормально выживать. Ну-ка. 58. Блин, такая сетучинство. А здесь 44. Придется тратить стрельбом. Придется ее тратить. Вот отсюда, видимо, да? Или вот отсюда. Вот отсюда. Блин, не дай бог, вот не дай бог, я просто с этой клеточки кого-нибудь сейчас спулю. Это вообще будет эпик фейл просто. Благо богу, я никого не спулю. Хорошо. А мы его забрать не можем? Не, не можем. Убей, айтерна. Хорошо. Настройка. Фигня, ну ладно. Так, тут у нас что? Ученого надо отводить. Явно. Морни может убить змею Кодную. Наверное, надо это делать. Хотя и морд не подставляется, конечно, чуть-чуть. Теперь. Но минус змея это очень хорошо. А тут? А тут мы можем другую змею подконтролить еще. Хотя, смотрите, шанс 50. Зачем контролить? Можем просто ее убить, попробовать. Вот. Я ему тона этого, как видите, я, ну так, прохладно к нему отношусь. Я его игнорирую, потому что я знаю, что он очень любит оверы. Он, скорее всего, просто сейчас куда-нибудь подбежит и встанет на овер. И ничего такого грозного и опасного делать не будет. Он, конечно, может сделать, но, скорее всего, не будет. Вот. Поэтому я пока что его игнорирую. Пытаюсь всех убить, кроме него. Ой, хорошо. Да, мы не убили, но хорошо, что попал. Он ушел. Вообще, молодец. И там встал на овер. И лучше не придумаешь. Прямо браво. Всегда бы так. И бандитов мы по-прежнему не видим. Это, конечно, печально. Так, нам надо снять овер. По-хорошему. Что-то мы не можем его снять. Блин. Амур не видит кого-нибудь. Никого не видит. Да. Давай вот так. Покажу. Серьезно? А что с дистанцией? Алло. Как ты его увидел-то вообще? Блин, Морни, прости. Ты застрял во временной петле. И потерял оружие. Из-за моей ошибки. Нет. Блин. Это, конечно, хрень. Капец. Ну вот. Вот видите, какой мутон. Мутон меня переиграл и уничтожил. Как оказалось. Блин, я надо как-то овер снять. Я очень не хочу грену тратить. А где второй грен? А что, может... Нет, тоже не получится. Он вообще сильно у нас. Замедленный. Ну, не хочу. Вот я прям не хочу тратить грену на нее вообще никак. У нее точность 37. Может, она промажет просто, а? Панам. Давайте пусть она просто промажет по нам. Так, погоди. А, нам еще надо вниз, типа, спуститься. И мы там можем паки спулить, да? Не, нифига. Она по нам не промажет, короче. Нифига она не промажет. Тут трупы, это понятно. Блин. Что с Морни делать? Его лечить надо как-то. Капец, а как его теперь лечить? Этот мутон там всем раздаст. Забрать можно его? Например. Да, забрать, например, можно. И в другом месте вылечить. Капец. Ладно. Тратим грену, хрен с тобой. И так уже ошибку допустил. Штурмовик забирает всех, кого может забрать. Нам точно нужен вот этот вот криво-жрец. Давай заберем. Полетел. И заберем дрончика, наверное. Они у нас редко появлялись. В начале игры только были, и все. Ученые пока сидим. Остался один мутон. Бандиты где-то, еще люди где-то есть, да? Мутон опять нажал на наблюдение. Я опять не вижу, где оно. Как бы мне не умереть от этого наблюдения. Так, слава богу, все. Слава богу. Вне зоны доступа, да? Морни что? Морни можно, конечно, здесь воскресить. Можно отойти где-нибудь наверху это сделать. Наверное, лучше здесь все-таки. Так, повернуться ты куда-то не туда. Блин, фигово. Или лучше отойти? Наверное, лучше отойти все-таки. Давай гренадера наверх пока что. Или вот так? Давай вот так. Так, пока не видно врагов. Хорошо. Я прям вообще боюсь. Смотрите. Это семь. Еще где-то пять. Целых, целых пять врагов где-то есть. Они могут быть просто где угодно. Я уже даже не думаю о том, как их там убивать. Мне лишь бы просто выжить тут и свалить. Давайте вот так попробуем. Вроде не видно никого. Хорошо. Хорошо. Тут что, еще один трупик есть? Все агенты. Ну, давай заберем. Раздают. Кстати, видите, я сделал этот, что не заканчивает ход. Набор тоже откатил это изменение. Тоже потестим. Все-таки я склоняюсь к тому, что я все верну, как было с набором. Единственное, только он понерфленный, получается, вот эти вот штуки. Что при использовании набора мы теряем маскировку и мы не можем живых врагов с полным количеством хп поднимать. Это были самые главные обузы. Они понерфлены. А сам набор возвращается к нам в своем первозданном виде, да? Давай вот так подойдем. Хорошо, не видно. Не видно. Видимо, мы идем наверх. Видимо, идем наверх. Аккуратненько. Да, и не мочканет ли мне мутон там куда-нибудь в спину? Меня его поинтересует очень. Очень меня это интересует. Ну, руки-базуки, ты у нас наверху сидишь. Наблюдение. Хорошо. Вроде как он нас не достает еще. И бандитов пока что нет. Хорошо, тоже нормально. Я тоже не знаю вообще, как вы думаете, слева или справа мне проходить. Ну, где меньше шанс появления врагов. Так. Если мы опустим, куда ты его опустишь? Ты же его на пол не бросишь? Ладно, ладно. Я же думал, может просто его выбросить сейчас. Так, его надо стабилизировать. Я вот не знаю, есть ли смысл его воскрешать. Потому что его просто взять, типа... Ну, кем тоже взять. Вот руки-базуки может взять его. То есть, например, подойти, кинуть дым нам защитный. Кстати, мне нравится такая опция. Подойти. Кинуть, например, нам дым какой-нибудь защитный. Какой-нибудь вот такой, да? Как у нас люди будут бежать? Он здесь один, да? Здесь. Да, люди будут примерно через центр бежать. Кинуть вот туда дым, например. Такой. А на следующий ход взять и побежать. Сморни. Вот такие миссии всегда, блин, очень опасные. Когда у вас техуровень какой-то, знаете, такой пограничный. Пограничный между лазеркой и магниткой. И у вас какой-то отряд такой непонятный. Это всегда может не очень хорошо заканчиваться. Такое. Октейн, кстати, может взять. Но у октейна есть свет. Мне это очень пригодилось, бля. Ну что, надеемся, что здесь нет врагов. И? Их там не было. Плава богу. Здесь вот не знаю, подниматься ли мне тут. Ну, давайте. Блин, я боюсь прям вообще. Боюсь каждый шаг. Я опасаюсь, что где-то враги будут. Я не готов с ними воевать. Да. Окей. Здесь мы справились. Тут тогда, возможно, стоит поднять реально его. Тем более он мне не дает пройти. Да. Германа, давай поднимем. И туда, да, направляемся. Так, ну вроде разрулили, да? Одну ошибку я допустил, из-за чего у нас Морни теперь попаляется в лазарете. Этот все там сидит, видите? О чем я говорил, что... Вот он этот, на самом деле, очень жесткий. Если вам не повезет. Но иногда он просто сидит на месте и ничего не делает. Ой-ой-ой, майк патрульный. Как не кстати-то. Зато бандиты здесь есть. Они отвлекут на себя огонь. Меня это устраивает. Блин, долго не был бегать тут, наверное. Еще люди сейчас. Так, хорошо. Хорошо. Что у нас происходит? У нас два не успевают вопнуться. Но вот здесь есть много народу. Есть у нас стрельба на бегу, да? Ученый что? Ученый может уйти. Без проблем. Уходи. Это кто? Это Морни у нас тут. Если мы его положим... Зачем нам его положить? Пока, пока незачем, да? Тут вот у нас есть Грена. И уже, знаете, страшно по этому краю проходить. Возможно, стоит вот так пробежать просто. Сюда куда-нибудь. Сюда, наверное. И все, ничего не делать там. Ну или вот сюда хотя бы. Да? Может, и бандиты еще вот здесь могут подняться. Даже меня этот момент смущает. Может, убить бандитов каких-нибудь попробовать. Или вообще не подставляться под них. И вот здесь я не уверен, что если я вот так побегу, меня не подстрелит этот гад. Как же напряжно, а? Давайте енотам подведем. Все-таки посмотрим, что там. Бандит-тос, да? Вот здесь. Вообще, конечно, не знаю. Можно просто уйти еще. Вариант. Нет, давайте Морни положим. Все-таки мне нужен этот гранатометчик с его светошумом. Светошум здесь очень кстати. Светошум тут очень кстати. Мы куда-нибудь сюда дадим свет. Чтоб они наверх не забрались просто, эти гады. Да. Хотя бы на одного уже хорошо. Давай вот так. Я буду здесь, но только потому, что это мне поведет. Браво, давайте двигаться туда. греной мы конечно не достанем да конечно нет да и но там не знаю вообще тоже бы двигаться на самом деле к ваку пока жарко не стало наверное просто двигаться здесь уходим и вот не знаю вот этим чуваком что делать стрелять и стрелять маленький урон очень возможно лишний был этот свету сможем было проще просто уйти да и все меньше проблем было бы выстрел слабенько на это оружие слабенькое здесь уже у всех лазеры должны быть по идее на шестом тех уроне но мы снизили его меткость возможно он побежит когда кого-нибудь пить промажет большим шансом уходим чтобы не подставляться этот гад подходит так здесь война с этими даже грена ничего себе это что мимо ты должен промазать мимо а он вниз пошел он пошел вниз красиво слушай все рейдеры помогли как не знаю кто идеально просто да-то воюте там на здоровье ой хорошо мэк сделал правильный выбор у меня все уходят да уходит этот уходит этот уходит этот все прекрасно вот конечно подфартило мне и мы делались только одним ранением да хотя миссия видите какая сложная была слава тебе господи я уже тут все просто уже поднапрягся да одно ранение морги все слава богу нет все я на такие миссии ребята больше ходить не буду либо у меня у всех лазерки либо опытные ребята либо шесть человек но вот так вот в пятером на 10-12 лучше не ходить конечно это же какая-то вообще просто же 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 прям даже если бы у меня морги не получал ранения то есть был бы живой все равно был бы очень тяжело бежать там я уж не беру про то что если бы я начал воевать с этими людьми которые там новые использовались вообще на жестко было бы ему тона как видите я вообще никак не убиваю хорошо но все обошлось ладно сколько нам 19 дней кстати так уж и много при том что у меня много снайперов полежишь первый раз в лазарете полежишь с кем не бывает хорошо нитши нитши у нас псих кстати мы помним возможно из-за того что раз мы знаем что он псих возможно нам следует немножко поменять семью перки мы же знаем что он псих а климу надо теперь бежать его врагу во врагов вырываться может быть ему наоборот что-нибудь защитное взять тогда лучше по типам закрепление непоколебимость или какой-нибудь выстрел него здесь есть защита тут аптеки на в защиту можно взять не давайте планы придерживаться хрен с ним что псих все по плану делаем мор не ух мор не смыть уже с какие звания получают у него уже точно выстрел есть это очень много урона очень много урона берем однозначно не нужно делать давайте сделаем у нас тут много снимков то слушайте а чё так можно было я не знал а где где все эти снимки были лёг и никогда вы этой штукой не пользовался а как снова снимки посмотреть слушайте давайте посмотрим что у нас там было это вообще какие-то древние да а ну вот смотрите ду кони мор не да слушайте это в этом прохождении горе синим пламенем кого-то подожгли брат тут и помню вот эту миссию кстати здесь много дронов было это у нас пока что было еще пантера пока еще не хитро ванного стоит хам люди бы давать его из последнего что там было такого занятного обра ну прикольно прикольно никогда не заходил туда но видимо сейчас раз играю на запись надо будет иногда захотеть в такие вещи и у нас радостная новость у нас наконец-то руки базуки получил звание здесь давайте пока сниму у него что у него в принципе неплохая такая точность мобильность хорошая но он у нас руки базуки у меня уже есть два саппорт греноча я думаю нам надо завязывать саппорт греночами надо делать агрессивных нападающих чуваков поэтому я конечно возьму здесь игольчатые игольчатые двойная грена здесь учитывая что у него мало хп 4 хп было вообще 3 да возможно вот это имеет смысл взять хотя вот это хорошо зачитается ну не давайте на хп возьмем на хп все таки хочу взять здесь у нас в принципе нет особо выбора вот это берем тут большой бум ну да смотрите тут какой выбор получается если бы я брал вот это то очень хорошо было бы вот это но он у нас именно подрывник будет взрывные грены наверное вот на взрыв все-таки все пойдем здесь вот вопрос что либо дальше грены бросать на это инженера возьму чтобы больше укрытия сносить а здесь что а здесь учитывая точность вот это было бы неплохо тоже взять это точно мимо набор это вот как раз под слизи скорее подошло бы хорошо наверно вот так я бы еще вот это взял потом когда очки будут а здесь давайте подумаем подумаем это опять защиту дает на 1 м граната дополнительно не помешала бы вот так как то да вот так причем в приоритете я возьму вот это чтобы он вот когда дойдет до этого навыка очень хорошо ломал укрытие реально будет руки базуки то есть он будет просто ломать укрытие сносить и броню и укрытие да как то так так трубчики трубчики данные станции очень хорошо у нас там адвент уже копится и у нас уже сразу данная станции есть очень круто не повредит ну хорошо хорошо кое-как с этой миссии мы справились и это еще плюс ученые нормально слушать я что-то как-то переволновался на этой миссии с меня наверное хватит сегодня надо надо сделать выводы побольше лазерок и не ходить больше на миссии с конвенциальным оружием вообще все либо лазерное либо лучше да сделаем такой вот все всем спасибо кто смотрел еще раз всем спасибо за поддержку то поддерживаю очень приятно вообще веселый день был если я реально был вот как тот мужик начале начале ролика и на картинке вот еще раз всем большое спасибо очень приятно постараюсь делать побольше качественных роликов всем прощаюсь с вами